Динамо Многие из юных фанаток приехали посмотреть на выступления именно мастеров, международного уровня, поскольку, наблюдая за их движениями, можно не только увидеть что-то новое, но и воодушевиться. Один из фаворитов соревнований – сборная Республики Беларусь в составе из пяти человек. Однако даже у них бывают ошибки. В общем-то, сначала неплохо, в конце чуть-чуть уже, наверное, подослабилась и не смогла контролировать до конца предмет. Потеряла. Сколько снимут за эту ошибку? Прилично много. Российские спортсменки готовились ничуть не меньше. Особенно воспитанницы школы Алины Кабаевой. Они тренируются каждый день. Притом тренер не распыляет внимание на всю группу, а сосредотачивается на одном ребенке. У нас две тренировки. Хореография, потом тренировка до обеда, потом перерыв два часа. И потом вечерняя тренировка. Соревнования оценивает больше десятка судей. Придерживаются регламента Международной Федерации Гимнастики. Он, по мнению специалистов, проще по сравнению с российскими правилами, по которым судили сибирские и краевые соревнования. Поэтому адаптируются спортсмены без проблем. У нас чуть больше элементов. Более насыщенное упражнение получается. То есть темп очень высокий. И, ну, как бы, есть элементы такие более сложные, скажем так. У нас в правилах есть элементы, которые ценятся выше. И, естественно, как бы тренер вставляет эти элементы. Российская художественная гимнастика, она сильная, потому что мы пошли на большое усложнение программ. И некоторые гимнастики делают такие элементы ультра-си, которые, ну, не может никто исполнить в мире. Сейчас художественная гимнастика в России получила новый виток развития. Это результат не только усложнения правил, но и появления выступлений вдвоем и втроем. Особенно высоко в новых дисциплинах оценивают эффективное взаимодействие между спортсменами. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.